Сегодня 29 мая, я в гостях у компании МТЭКС. Здесь руководитель Сергей Викторович Осенний. Пожалуйста, можете поприветствовать наших зрителей. Всем привет! Посмотрите, какой прекрасный... И Назым. Всем привет! Сейчас так плохо видно. Вот здесь лучше видно. Назым, должность... Руководитель отдела закупок. По закупкам. А теперь посмотрим визуально, какой прекрасный наверху склад. Тянутся бесконечно стеллажи с продукцией. Все аккуратненько, все блестит. Нигде такого не видел. Михаил, у нас конечно конец рабочего дня, а то сказать, где люди. Да, но сейчас уже пятница, шесть часов вечера, поэтому, конечно, никто не работает. Ну вот, посмотрите. Я думаю, что те, кто смотрит это видео, нигде такого склада не могли посмотреть. Видишь, как все прекрасно выглядит. Итак, сюда приезжают ваши клиенты. Ну, две тысячи, наверное, все не приезжают. Нет, нет. Приезжают немного людей, потому что мы осуществляем доставки сразу же по всем направлениям. Есть четкий график доставок на неделю. Этот график доставок у нас не меняется уже, по-моему, лет девять. Работают машины, работают машины? Машины ездят, да, есть по дням. Когда и в какой день, в какие города едут машины. С утра, правда, нарядки все грузятся, в 7 утра и поехали каждый по самому маршруту. В день одна машина должна сделать от 25 до 40 доставок. Вот она доставила. Потом ездит ваш представитель, смотрит, что сказали, что нет. Торговый представитель едет, собирает заказы, ищет новые точки. После этого он приезжает, набивает эти заказы, набирает их в компьютере. После этого эти заказы идут уже в отдел доставки. Там они принимаются по направлениям и поехали развозить. Давайте перейдем в ту часть, где вы показывали интересные, не то же интересные, профильные ваши поставщики. Там Грация есть. Это стратегический партнер компании Интекс. Это Конте и Грация. Грация у нас многолетнее сотрудничество. Уже, по-моему, больше 13 лет. Конте, здесь Араблу, Джинселла. Вот подошли. Ледикет – это новая торговая марка. Торговый дом Грация. Мы занимаемся официальной дистрибьюцией в регионе. Торговых марок Грация и Голд – Ледикет. Чем они отличаются? Ледикет и Грация. Ценовый сегмент. Это более демократичный ценовый сегмент. Упаковка такая красивая. Красивая упаковка хорошая. Также есть и в Конте. Есть нормальный размерный ряд. И есть у них эконом-сегмент. Это если. Если. Если, да. Под этим торговым знаком он выпускает и белье, и колготки. Вот золотая Грация ваша, да? Да, это золотая Грация. Это фешевал модели, потому что все колготки не фешевал. Они все на другом складе. Золотая Грация в регионе – это очень известный продукт. Больше, наверное, уже чем 13 лет мы с этим брендом работаем. И объемы продаж у нас очень хорошие. Плюс присутствие в регионе очень хорошее. Вот так скажем. Так, коробочная Италия здесь. Вижу. Много. Чулочные носочки. Вернее, носочки. Конте. Конте. Грация. У вас сотрудники еще не ушли. Ну, они все на заданиях. Ну, немного есть. Вот здесь работают менеджеры. Вот такой логотипчик. Конте. Известный всем. И здесь мы видим Конте и видим ваши марки. И логотипы в ТЭК тоже известны всем. Где? А, вот-вот-вот. Интекс и Конте. Неразличные партнеры. Теперь о вашей продукции. Вот вижу две стоечки. Такие стойки вы магазин задаете? Да. Своим партнерам? Да. Бесплатно? Бесплатно. А где пакеты? Пакеты где? Посмотреть. Внизу. Подарочные. Нет, просто, чтобы не было хлама, Михаил, все должно быть на своих местах. Потому что у всех обычный бардак. Вы видите, вот у нас чисто. Не то слово. А видели уборщицы? Нет. Не видели. Видите, как все это происходит? А все убирается, все подметается, все моется. Ну, вот такой прекрасный склад. Это здание, все здание принадлежит компании Интекс. Они его построили, так как занимаются недвижимостью. И сдают в аренду частично. В общем, есть куда развиваться. Если какая-то марка захочет с вами сотрудничать, то будет куда размещать. Да, можно размещать. Ну, там у нас партнеры, арендаторы, они сидят уже два года. У себя два года, и причем они стабильно. И довольны. И довольны, и их устраивать у нас устраивает. Ну, так как вы занимаетесь бизнесом, то вы понимаете проблемы арендаторов и лояльно к ним, наверное, относитесь. Ну, очень лояльно. Те, кто находится, у нас очень много, мы много сдаем помещений, мы и в Краснодаре знаем помещения, и здесь, и ко всем подходим лояльно. Ну, смотрите, здесь в основном челось-насочная продукция. Вот вижу трусики, поясная группа. С самого белье, корсетная группа и белевая, и трикотажная. Здесь нет колботок вообще. Ну, корсетной тоже вы не очень много занимаетесь. Мы вот занимаемся, ну как, немного. Вы видели внизу Меловица, здесь корсетка. Мы не занимаемся Прибалтикой, Infinity у нас здесь есть. Мы не занимаемся Прибалтикой, мы не занимаемся фэшном, там, каким-то вот этими. Польши тоже нет? Польши тоже нет. Польша розничная наша команда, они работали по большим размерам. С крестлайном магазина. Вот, а больше, наверное, ни с кем. Но, все равно, вы здесь крупнейшая компания, самый крупный игрок, наверняка. Вы знаете, если был бы спрос на Прибалтику, мы бы ее бы... А как спрос узнать? Спрос узнать мы привозили, это не один раз. Вся Прибалтика вышла, мы играться в Рим возили, и Орхидею, и что там еще, и Стефи, все это было. Просто это здесь продается очень. Что такое дистрибьюция? Это нужен контракт с размерами. Как продавать, если нам нужно... Там, продажа на киоск, на киоск на рынке. Вот объем Стефи. Мы здесь что-то не делаем. То есть, вам нужны объем. Нам нужны объем. Нам нужны объем. Как содержать всю эту доставку, как это все оплачивать, если нет объема товара-оборота. Понятно, но это вопрос-то не в качестве, не в том, что марка там не очень хорошая, а в плане вопросов технических. Мы привезли продукт на склад, положили его. Это были Стефи, Грация, Рим, Орхидея. Дальше не продали. Что нам делать с этим? Ну, не продали, потому что ваши клиенты работают с какими-то другими марками. Нет, мы дали клиенту, поставили без денег, дали возможность... Не покупают. Не покупают. Что дальше нам делать? Привезли мы второй раз. Не покупают. Что дальше делать? Интересно. Вы же говорили, что у вас женщины очень любят одеваться. Они одеваются. Они одеваются красиво. Одевается куча. Да, но мы же все это время возили еще и пальметы, где бесконечно были коллекции всевозможные. Привыкли к пальмете? Пальмета. Пальмета у нас в регионе, ее не знали вообще. Сейчас она занимает какую-то нишу. Плюс очень много итальянского билета с продавицами. Это итальянское билет. Мы много Dimanche продавали. Там, где вы почувствовали объемы, где вам пошли поставки. Да, объем есть Dimanche, давайте продавать. Объем есть там еще в каких-то брендах, давайте продавать. Но если нет объема, нам нельзя. Мы не можем продавать бренды, которые составляют минимальную долю продаж. Они будут занимать место на полке, а товар обратно. Это так же, как в супермаркете. Если место занимает семечки 2 метра, все. Все, они 2 метра и заполняются производителем. Продавались без семечки там. Нужно 2 ряда выделить. Вот 2 ряда выделили без семечки. Понятно. Хорошо, спасибо. С этим прояснили. Ну, короткое наше 9 минут заняло интервью. Экспресс-интервью, спасибо. Главное, что зрители увидели, какая это компания, как она представляет достойную продукцию. И, ну, скажу так, что счастливые ваши клиенты, 2000 клиентов, которые имеют такого партнера. Если бы в других регионах были же такие компании, которые беспокоились бы, заботились о своих клиентах, было бы очень хорошо. Они бы чувствовали себя не так плохо, как теперь. Я хочу сказать, 19 лет мы занимались тем, что мы пытались сделать культуру потребления белья и человеческо-носочных изделий в регионе на том уровне, как мы это видим. Ну, вам это удалось. Если судить еще и по магазинам, бельевым магазинам Пятигорска, вы были там пионерами. Первые открывали магазины и достойные магазины. Все должны были подтянуться, деваться некуда. Судить должны клиенты. Мы пытаемся создать услугу, которая будет удобной и приятной. Спасибо. Спасибо большое.